Добрый день, дорогие друзья, коллеги! Сегодня с вами я, Римма Корнеева, и мы сегодня с вами поговорим о серии Варио. Немножечко прошу прощения за небольшую задержку, маленькая техническая тонкость, которыми мы всегда смогли справиться. Итак, я приветствую вас всех, мы немножечко ждем всех, кто будет присоединяться далее. Итак, уважаемые друзья и коллеги, сегодня мы обсудим очень подробно серию Варио, которая достаточно инновационно сложна, возможно, сложна с точки зрения понимания, как это работает и как этим пользоваться. Я попробую ответить на максимальное количество ваших вопросов, я попробую сделать так, чтобы вы, наконец, разобрались со всем этим процессом достаточно быстро и легко. Итак, еще минутку, ждем и говорим о серии Варио. Маленький курс косметической химии, который мы сегодня с вами обсудим, такую популярную, занимательную косметическую химию. Маленький курс очень простой косметической истории, которую мы попробуем с вами сотворить вместе руками. Мы сделаем разные вариации препаратов для разных ситуаций и для разных совершенных историй. Итак, начинаем. Сегодня мы будем с вами говорить о серии Варио. У меня здесь есть полный набор всех продуктов. К сожалению, их, может быть, не так видно, я бы мне очень удобно их поставила, но вы помните, как они выглядят. Это не так страшно. Итак, что она из себя представляет и что это за препараты? Обычно вы привыкли к тому, что у вас есть крем, вы его наносите, ну, в крайнем случае, у вас есть сыворотка, вы ее наносите под крем и, в общем-то, получаете эффект. Какое количество кремов нужно иметь для того, чтобы решить все ваши истории и все ваши проблемы косметические? Здесь у вас есть воспаление, тут у вас появились сосуды, здесь появились морщины, потом пигментация, темные круги под глазами и так далее. По самым скромным подсчетам, ну, десятка-полтора препаратов для того, чтобы точечно решить каждую проблему. Мы пошли немножечко другим путем. Мы создали вариабельную косметику, серию Варио, Варио, которая будет помогать вам решать все проблемы и сразу. Но в зависимости от ситуации вы можете сами создавать для себя индивидуальный крем, индивидуальный подход, такая крафтовая косметика, которая позволит вам действительно очень хорошо и быстро получить эффект. Кроме всего прочего, мы, конечно же, вложили туда великую и большую науку. Об этой самой науке довольно сложно говорить со страниц каталога, но я попробую вам объяснить достаточно простым языком, что же это такое. Итак, серия Варио. У нас есть с вами два базовых препарата. Два препарата Рич и Лайт. Два крема. Один более плотный, более питательный, другой более легкий, более увлажняющий. В зависимости от ситуации вы можете выбрать либо оба крема, легкий использовать утром, а плотно использовать вечером, либо вы можете начинать комбинировать препараты в зависимости от актуального состояния вашей кожи. Итак, что же в составе вот этих замечательных препаратов? Основы немножечко разные. Активно действующее вещество одно. Вещество, которое мы получили из плодов облепихи. Банально, но не настолько, как вы думаете. Как вы думаете, почему, например, если взять двух близнецов, однояйцевых, безумно похожих, с одним генетическим набором, поволоченных от мамы и папы, если представить, что один из них живет где-нибудь в прекрасном лесу, постоянно находится в окружении благоприятной природы, он не курит, не пьет, ничего не делает такого, что можно было бы испортить его внешность и кожу, а второй, увы, ведет неправильный образ жизни и прочее. Если они встретятся через несколько лет, вы сами удивитесь, как они будут выглядеть по-разному. Что это такое? Генетика? Генетика у них одинаковая. Это то, что внешне меняет ваше лицо и ваше состояние здоровья в том числе. Наука продвинулась так далеко в понимании механизмов старения, в том числе и старения кожи, что мы решили взять за основу эту самую большую науку. Про генетику вы слышали все. Но есть еще одна история, которая называется эпигенетика, то есть над генетикой, надстройка генетики. Не бойтесь, слово генетика, это не означает вмешательство в ваши хромосомы и ДНК. Это, скорее всего, с возрастом буквально происходит следующее. В процессе жизни, в процессе старения постепенно выключаются активные гены, которые перестают вырабатывать нужные вещества. Они перестают вырабатывать, например, коллаген, перестают вырабатывать эластин, затухает активное появление гиалуроновой кислоты в коже. Вы все это знаете, вы понимаете, что это вам нужно, но как же этот процесс можно регулировать? Вот оказалось, что постепенная блокировка вот этих самых генов, которые отвечают за синтез гиалуроновой кислоты, за синтез коллагена, за синтез эластина, приводит к тому, что эти процессы просто выключаются. И мы недополучаем с вами важных кожных белков, опорных. Мы недополучаем гиалуроновой кислоты, потому что гиалуроновая кислота перестает вырабатываться в нужном количестве. И теперь оказалось, что всеми этими процессами руководит не генетика. Генетика и так вам дала достаточно много прирождений. А эпигенетика – это активная надстройка над генетикой. То есть происходит химическая реакция, она обратима, которая блокирует те самые гены, которые будут отвечать вам, у вас в коже за те самые процессы. Поэтому вот в этих двух препаратах, кремах Варио, Рич и Лайт, лежит ингредиент, который сделала для нас немецкая лаборатория БАС. И провела огромное тестирование клиническое. И доказала, что мы можем снимать химическую блокировку генов, разблокировать их и заставлять их работать в том режиме, как будто бы они были давным-давно молодыми. Поэтому активные ингредиенты, которые входят в состав нашего препарата, и есть вот тот самый разблокировщик генов, который запускает процессы синтеза собственного коллагена, собственного эластина, убирает те самые шлюзы и открывает возможность работать геном в том режиме молодой кожи. Поэтому препараты оба достаточно активны и хороши. Вы можете выбрать для себя подходящую текстуру. Если у вас кожа достаточно сухая, у нее нарушен эпидермальный барьер, то есть она теряет влагу, вы ощущаете дискомфорт и вам хочется защиты, то в этом случае выбирайте препарат РИЧ. Это тоже очень полезно. Или используйте его как ночной крем, более питательный. Ну а если кожа достаточно склонна к жирности, или у вас еще и вам не нравятся плотные препараты, пользуйтесь кремом ЛАЙК или используйте его как дневной крем. Еще повторяю, препараты универсальны, отличаются текстурой. В креме РИЧ большее количество масла Макадамии и масла ШИ. И более того, есть специфический комплекс биомиметик, который будет сканировать поверхность кожи и заполнять все прорехи и дыры, которые образуются на поверхности рогового слоя эпидермиса, тем самым защищая кожу и восстанавливая эпидермальный барьер. Крем ЛАЙК обладает более увлажняющим эффектом, но по факту оба эти препарата будут заботиться о вашей коже и заставлять клетки работать в режиме молодой кожи. То есть как будто бы мы сразу убавили минимум 10-15 лет. Еще повторяю, про эпигенетику мы с вами будем разговаривать потом много, и в постоянном, это только первый шаг, и достаточно сложно объяснять эти процессы, но это пока вам просто для понимания термина. Давайте запомним это слово эпигенетита, а об этом мы будем говорить уже дальше в наших новых сериях и в других препаратах. Но как же сделать так, чтобы действительно процесс восстановления кожи шел еще более активно? Ведь потребностей у кожи огромное количество, и возможности действительно иметь в арсенале огромное количество препаратов есть не у всех, да и это и не нужно. Поэтому мы создали для вас такой набор, набор профессиональный. Таким приемом пользуются профессиональные косметологи, когда хотят усилить эффект от своей косметической процедуры. Они просто добавляют активаторы, эликсиры, бустеры в препараты, в маски, для того, чтобы действительно получить желаемый эффект. Давайте будем разбираться, будем пробовать понять, как это работает и как с этим работать. Я попробую походу отвечать, запоминать ваши вопросы и отвечать на них. Если я что-то не успею, не переживайте, мы сделаем отдельный эфир, и этот самый отдельный эфир, мы действительно ответы на вопросы, и еще раз пройдемся по курсу занимательной косметической химии. Итак, сыворотка номер один – Radiance. Задача ее достаточно проста. Подтянуть овал лица, а самое главное – уменьшить пигментные пятна. Вы сами их можете и не замечать, поскольку гиперпигментация часто формируется в достаточно глубоких слоях кожи, и вы можете не заметить эти самые пигментные пятна. Они будут хорошо видны только под специальным аппаратом, который используют обычно в диагностической косметологии, и тогда ужас, там такое количество скоплений темных клеток, и они потихонечку начинают вылезать на поверхность кожи. Их, да, их может быть не видно невооруженным взглядом, но это все в целом создает ощущение неровности тона кожи. У косметологов и у дерматологов есть термин – дисколорация. Вот этот вот неровный тон кожи придаст вам дополнительные 5-6 лет. Даже если у вас есть морщины, неровный тон кожи добавит вам значительно больше возраста, чем просто морщины, которые могут быть на вашем лице. Итак, что в составе работает этого препарата? На самом деле, нам помогал делать этот актив, тоже помогали делать немецкие коллеги, они его создали и протестировали в своей лаборатории. Называется он ДН-аура. Ну, такое фантазийное название вам запоминать не нужно. Помните, что это очень интересное растение, которое растет во Вьетнаме. Называется оно ДУКУ. И экстракт плодов этого самого замечательного вьетнамского ДУКУ обладает способностью влиять на процесс формирования пигментных пятен. И более того, формирование пигментных пятен зависит еще от очень многих факторов. Ну, во-первых, нарушается с возрастом процесс меланогенеза, то есть формирование и образование пигментных пятен, неожиданно меланоциты, клетки, которые продуцируют пигмент, вдруг начинают его производить в значительно большем количестве, чем нам нужно. И для того, чтобы избавиться от этого, нужно заблокировать фермент, который отвечает как раз за превращение вот этого бесцветного предшественника, темного пигмента, в его ярко окрашенный коричневый цвет. Поэтому вот эти самые плоды ДУКУ способствуют блокировке работы этого самого фермента. И постепенно, постепенно пигмент перестает образовываться в избыточном количестве. И тогда, где-то через месяц примерно использования, препарат будет постепенно осветлять кожу. Он действует мягко, безболезненно, никак не нарушая работу всех основных клеток кожи, потому что до недавнего времени в косметологии и дерматологии используются довольно злобные химические агенты, которые осветляли кожу. Они давным-давно запрещены, но поиск новых все время продолжается. Например, раньше применяли гидрохином. Гидрохином запрещен в косметике, его используют в крайнем случае. Ну а мы будем пользоваться полезным экстрактом растения ДУКУ. Можете посмотреть, он очень прекрасно выглядит. То есть, едобные, прекрасные растения. Кроме всего прочего, в составе препарата есть еще алантаин. Он будет немножечко разрыхлять роговой слой кожи и обеспечивать ее дополнительное увлажнение. Кроме прочего, в составе есть еще никотинамид. Это витамин В3. В последнее время он достаточно активно применяется в косметических рецептурах, потому что обладает уникальной способностью ингибировать и сам перенос меланина из клеток, из меланоцита в окружающие клетки. Это тоже очень важный дополнительный фактор. Он еще регулирует активность сальных желез, количество себума, то есть нормализует его количество на поверхности кожи. Если бы было много, станет меньше. Если бы не хватало, то тогда его станет больше. Кроме всего прочего, он стимулирует еще деление клеток, базальные мембраны, там где формируются клетки поверхности кожи и способствует активным образом обновлению кожных покровов, тем самым, в общем-то, обновляя кожу, разглаживает морщины, улучшает цвет лица, ускоряет процесс освобождения от пигментных пятен. Кроме всего прочего, в составе есть устойчивая форма витамина С. Витамин С мы сами с вами прекрасно знаем. Это эликсир молодости кожи. Он участвует в синтезе коллагена, он укрепляет сосудистые стенки и еще осветляет кожу дополнительно. То есть такое сияние, которое вы получите с применением этой сыворотки, оно будет совершенно обеспечено. Ну и, конечно же, наш замечательный активатор локальной микроциркуляции, на Вафтем, он тоже здесь присутствует. Ну а далее эликсир номер два. Это сыворотка под названием Аквалифтинг. Видите, она тоже достаточно жиденькая и прозрачная. Что в составе? Как это работает? И откуда этот самый Аквалифтинг берется? В составе есть уникальный совершенно ингредиент, который сделала для нас другая французская лаборатория Силаб и провела тоже огромное количество тестов, доказывающих его эффективность. Знаете ли вы, как увлажняется наша кожа? Механизмов достаточно много, но самый главный механизм сидит внутри ваших клеток. На поверхности клеток зрелых имеется рецептор и сидит белок, который называется Аквапарин. И что он делает? Это такой специфический своеобразный насос, который качает воду внутри кожи. Если где-то не хватает этого самого воды, то немедленно начинают синтезироваться белки Аквапарины. И вода просто перекачивается внутренним насосом в то самое место, где ей не хватает. Чем больше Аквапаринов, тем больше воды будет внутри кожи, не на поверхности, а в ее глубоких слоях. Кстати, за это в 2012 году японскому ученому дали Нобелевскую премию за открытие как раз процесса попадания воды внутрь клетки. То есть он открыл тот самый насос, механизм, который позволяет воде перекачиваться. То есть применение этой сыворотки регулярное приведет к тому, что у вас в коже появится значительно больше белков Аквапаринов. Поэтому воды будет более чем достаточно во всех клетках. Это не насильственное внедрение жидкости, например, даже в виде гиалуроновой кислоты. Ничего в этом плохого нет, но вы понимаете, что это временная искусственная история. А здесь мы вам предлагаем усилить активность путем естественного механизма увлажнения кожи в ее глубоких слоях. Итак, кроме этого, в составе есть тоже никотинамид. Мы любим этот витамин В3. Его функции я вам уже перечислена, но в данном случае он действительно будет работать еще как средство, омолаживающее кожу и средство, улучшающее обновление поверхности кожи. Кроме всего прочего, в составе есть и лантаин, который будет дополнительно удерживать влагу на роговом слое эпидермиса. Ну и в целом сыворотка сама по себе тоже весьма активно и прекрасно работает. Ну а дальше идет две моих самых любимых сыворотки, потому что они относятся к антивозрастным препаратам в большей степени. Я их люблю прямо встрепетно. Считайте, делаю для себя. Итак, сыворотка номер 3. Уникальная, совершенно уникальная способность бороться с морщинами. Эликсир номер 3, задача которого избавить вас от морщин в течение недели. Я не оговорилась. Неделя и уже где-то 15-20% глубины морщин уменьшится. Во всяком случае, это показали лабораторные исследования, которые для нас делала французская лаборатория Лукас Майер. Имейте в виду, в составе есть совершенно уникальный препарат. Уникальный препарат, который стимулирует синтез факторов роста. Причем не просто факторов роста, а факторов роста стволовых клеток внутри кожи. То есть увеличивается популяция стволовых клеток. Про стволовые клетки мы с вами тоже достаточно подробно раньше, их мы обсуждали достаточно подробно ранее. Но что вам нужно знать про стволовые клетки? Когда вы родились, у вас было примерно 5 миллионов. Это банк стволовых клеток, которые вы получили при рождении. В течение жизни мы используем эти самые стволовые клетки, постепенно превращая их в зрелые клетки, в зависимости от потребностей нашей кожи. Что делать? Расходуется где-то к 40 годам у этих самых стволовых клеток останется, наверное, процентов 50 от вашего исходного количества. К 60 годам их будет примерно 500 тысяч, а к 80 их едва ли наберется 100 тысяч. Поэтому стволовых клеток нам не хватает. Что делает этот активный ингредиент, который называется СВТ? Активный ингредиент, который стимулирует всю эту историю, он способствует СВТ-7. 7 цифра показывает, что 7 дней вам достаточно, чтобы получить эффект. Запускает процесс самоомоложения кожи за счет активной активации популяции стволовых клеток внутри кожи. Кроме всего прочего, интересно, этот препарат использовали, тесты были проведены, точнее, клинические, на более возрастной аудитории 47-65 лет. И там эффект оказался значительно более ярко выраженный. То есть представьте себе, что уже через неделю на 5% уменьшается брыли, провисание кожи. А если вы будете пользоваться в течение месяца, то это будет заметно совершенно активно и быстро. Итак, еще одна сыворотка, а потом поговорим, как их использовать дальше. Еще одна сыворотка, которая... Простите, в составе еще этой сыворотки тоже есть никотинамид. То есть это такой фаворит ингредиент, который присутствует практически во всех рецептурах. Ну и основа достаточно активна. В составе есть холестерол. Это ингредиент цемента, который скрепляет клетки рогового слоя эпидермиса. И он улучшает барьерные функции кожи. Поэтому в составе есть еще и, естественно, наш замечательный новофтем, куда мы без кислорода. О нем чуточку потом и дальше. Ну и алантаин, который тоже будет способствовать увлажнению кожи. Фактически такая сыворотка-биомиметик, насыщенная активным антивозрастным СВТ-7 ингредиентом, который, кстати, действительно прекрасно будет разглаживать именно глубокие складки носогубные, улучшать, делать более острый угол челюстно-лицевой и уменьшать провисание нижней трети лица. Можно ли использовать молодым? Да, в качестве профилактики. Мы поговорим сейчас, как этим пользоваться дальше. Мне просто очень хочется вам рассказать практически про все активные ингредиенты, которые здесь присутствуют. Что еще далее? А далее последняя сыворотка, которая называется антистресс. Что в составе? Тоже активный ингредиент, который делает во французской лаборатории СИЛАП, делает для нас французская лаборатория СИЛАП. И фактически этот самый активный ингредиент стимулирует выработку витамина Д в коже. Спрашивается, зачем? Ну, этот солнечный витамин мы, естественно, получаем под действием ультрафиолета, но в любом случае нам его не хватает. Не хватает с возрастом, не хватает совершенно... Совершенно после 35-40 лет он становится в дефиците, а уже ближе к 50 годам, его не хватает к годам, его не хватает катастрофически. Что он делает в коже? Называется он вердерин. Что он делает в коже и вообще каким образом он заставляет клетки кожи работать? А происходит буквально следующее. Увеличивается количество так называемых микро-РНК. Они начинают действовать на гены, на те участки генов, которые отвечают за синтез коллагена и эластина. То есть, более того, они начинают действовать на те участки генов, которые ускоряют созревание кератиноцитов, это клетки, которые у нас находятся на поверхности кожи. Фактически достаточно быстро кожа вспоминает, что витамин Д у нее уже есть, и витамин Д начинает активно включаться в процесс и работать. То есть, витамин Д действует на микро-РНК, которые в свою очередь заставляют работать клетки кожи в режиме молодой кожи. Поэтому вердерин очень важен и очень полезен к коже. Он действительно будет ее приводить в состояние, увеличивать популяцию молодых клеток достаточно активно. И кроме этого, здесь рабочая концентрация актива, и кроме этого, вы заметите сами, как это будет прекрасно работать. Итак, что еще в составе? В составе есть церамиды. Мы про церамиды знаем много. Церамиды – это те самые биометические вещества, которые активным образом заполняют все прорехи дыры на поверхностном слое эпидермиса, сканируя его поверхность. И церамиды, они формируют барьерные функции эпидермиса, тем самым препятствуя потере влаги, той влаги, которая находится в глубине в коже. В косметологии есть термин «трансэпидермальная потеря влаги». И здесь мы будем этому факту активно препятствовать. Что еще в составе? Холестерол – это та же система биомиметических веществ, которые участвуют в формировании барьерных функций кожи. Витамин «Ф» – линолевая линоленовая кислота. Про это вы наверняка тоже слышали. Когда-то раньше в аптеках продавался крем витамин «Ф», который что делал? Защищал кожу от повреждений, способствовал заживлению поверхностных повреждений и формировал барьерные функции кожи. Кроме этого, есть, естественно, никотинамид. Я уже об этом вам говорила. И это уже достаточно понятная уже история. Никотинамид, кстати, витамин «Ф3» мы сейчас используем уже в новом формате, в липосомах, и он становится значительно более активно, проникает в кожу. Кроме всего прочего, в составе есть токоферол, это витамин «Е», он нам нужен как антиоксидант, и, естественно, наш кислородный комплекс. Остался крем для век. Наверное, это первый препарат, известный мне, который уменьшает птоз верхнего века, так называющий симптом падающего века. В составе пептид, который называется «Бьютифай», делает его французской лабораторией. И, наверное, единственный агент активный, который будет влиять на укрепление верхнего века. Обычно мы вас учили никогда не носить крем на верхнее подвижное веко, но вот этот крем наносить туда следует. Что еще будет в составе работать, и какова его яркая задача? Помимо того, что препарат где-то через 2-3 недели заметно уменьшит примерно на 11% нависание верхнего века, если таковое присутствует, он еще и будет уменьшать отеки темной круги под глазами. Темные круги, которые придают такое усталое выражение вашему лицу, с ними достаточно сложно бороться, но обусловлено это достаточно простым механизмом. Этот самый простой механизм заключается в следующем. Тонкая-тонкая кожа век, практически прозрачная. Там нет практически подкожно-жировой клетчатки. Круговая мышца глаза очень тонкая тоже. Она достаточно с возрастом становится еще более тонкой и начинает немножечко сползать и нависать. И сквозь кожу просвечивают сосуды, которые проходят под кожным покровом. С возрастом, да и вообще, если вы устали, мало ли не выспались, кровоток замедляется, и происходит следующее. Окисленный гемоглобин, который, вы помните, венозная кровь, имеет темный цвет, начинает тихо дефунтировать в окружающую ткань, сквозь неповрежденные сосуды. И этот пигмент начинает откладываться у вас просто под глазами. И вы видите, вот эти синяки, это не что иное, как окисленный гемоглобин, который лежит у вас под кожей и никуда не девается. Вот в составе этого препарата есть актив, который отвечает как раз за усиление локальной микроциркуляции. Что он еще делает? Он, по крайней мере, стимулирует процесс микроциркуляции и лимфодренажа. И вымывает вот тот самый выпавший в осадок гемоглобин, который придает коже век усталый вид. Поэтому всего лишь несколько, всего лишь 4 эликсира, крем для век и 2 баночки с кремом. Как этим пользоваться? Давайте будем экспериментировать. На самом деле эксперимент достаточно понятен и полезен. Давайте теперь разбираться, как выбирать и смешивать эти препараты между собой. Итак, вы можете пойти самым простым путем. Взять все 4 сыворотки и намешать в дневной или ночной крем. И в дневной, и в ночной. Ничего плохого не произойдет. А можем внимательно посмотреть на себя в зеркало и провести такую легкую диагностику кожи. Итак, естественно, если бы вы были у врача-косметолога, он бы создал вам первый вопрос о вашем возрасте. Мы не будем озвучивать возрастные категории сейчас, но просто помним, что если вам до 40 лет, до 35-40 лет, ваши главные две сыворотки 1 и 2. Если вам после 40 лет, ваши главные сыворотки 3 и 4. Но это не означает, что ими можно или нельзя пользоваться раньше или позже. Можно. Можно все ими четырьмя. Смотрим внимательно в зеркало. Если мы вдруг видим, что кожа достаточно обезвожена, как это понять? Попробуйте ухватить себя пальцами за щеку. Если складка, которую ухватили, очень медленно расправляется, это означает, что кожи не хватает влаги. Значит, главная сыворотка, которая в этом случае вам нужна, сыворотка с аквапаринами. Помните про белки аквапарина, которые качают в кожу влагу? Это она. Далее, если вы склонны к образованию пигментации, и тусклый серый цвет лица вас после карантина совсем не радует, то эта сыворотка вот эта. Поэтому для того, чтобы увлажнить кожу и выровнять рельеф, берем две сыворотки и используем их вместе. Количество препаратов, мы об этом тоже поговорим чуточку далее. Если вы очевидно видите, что овал лица давно не имеет юношеские очертания, и он немножечко уже стек, гравитация начинает действовать на ваше лицо очень активно, и сыворотку 3 и 4 вы можете применять как раз для того, чтобы бороться уже с явными признаками увядания кожи. Это еще и прекрасная профилактика ко всему прочему. Самый простой, наверное, рецепт – это крем «Лайт» утро. Две сыворотки 1 и 2 наносим, смешиваем с этим кремом. Крем «Рич» вечером и две сыворотки 3 и 4 наносим вечером. В каких пропорциях? Здесь вы должны понимать следующее. Какое количество крема вам нужно нанести на лицо и шею и зону декольте, а мы помним, что лицо у нас заканчивается где-то на уровне второго ребра, потому что тут крепится шейная мышца платизма. И не пренебрегайте уходом, и чем раньше вы начнете представлять лицо ваше достаточно большим, где-то на уровне талии, то избавитесь от последствий потом. Итак, берем небольшое количество крема. Я попробую вам это показать, сколько его должно быть. Лицо – это ладошки, площадь примерно 20 на 20 сантиметров. Это две ваши ладошки. Примерно столько же – это шея и зона декольте. Итого 20 и 20 сантиметров. На каждую зону, на ваши две ладошки, нужно примерно полтора миллилитра препарата. Полтора. Не старайтесь нанести больше. Он просто не впитается. Поэтому в стандартной ситуации берем небольшое количество крема. Полтора миллилитра – это примерно вот столько. Это мало. Для того, чтобы количество сывороток, которое нужно сюда внести, тоже не нужно вливать в всю банку и ждать сразу потрясающего эффекта. Достаточно по две капли каждой сыворотки. Если вы используете монопрепарат, одну сыворку, добавьте 4 капли. В среднем 4 капли – это примерно 0,3 миллилитра. Такова норма для сывороток. 0,3 миллилитра. То есть это примерно 3-4 капли. Поэтому, если вы используете 4 сыворотки, нанесите по одной капле. Если вы используете монопрепараты, нанесите, накапывайте 4 капли. Небольшое количество нужно нанести. Возьмите мисочку, можете использовать собственную ладошку. Ничего страшного не произойдет. Вот раз, два, три, четыре. Все. Дальше смешиваете это у себя в ладошки. Я просто это делаю в ложечке. Вы получаете более такую легкую консистенцию препарата и наносите себе на кожу, действительно получая потрясающее ощущение легкости и комфорта. Все препараты, еще повторяю, очень насыщены активными ингредиентами. Они все прошли клинические тестирования. Во всех препаратах рабочие концентрации активных ингредиентов. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы получить эффект. И так далее. Когда, в каких случаях мы дальше применяем препараты. Еще раз повторяю. Оцениваем возраст, внимательно смотрим на состояние кожи и дальше начинаем комбинировать. Вы помните, что я говорила вам, чтобы получить эффект, например, лифтинга, вам нужно минимум две недели. Вы можете взять одну сыворотку и использовать ее каждый вечер. Чтобы получить сияние кожи и избавиться от пигментных пятен, вам нужно месяц. Соответственно, эта сыворотка будет попадать в ваши препараты в течение месяца. И чтобы избавиться от первых признаков гравитационного птоза и разгладить морщины и крупные складки, убрать поперечные морщины, как в уголках губ, берем сыворотку с СВТ-7 и пользуемся минимум 7 дней. Если вам лет 30-35, если вам 40-45, пользуемся минимум 2 недели. Если вам 50-55 и далее, не менее месяца. А вообще можете пожизненно применять этот препарат. В случае, если вы понимаете, что кожа перешла ту самую грань, когда появились очевидные признаки ее увядания, то в этом случае вам поможет вот эта сыворотка. То есть мы можем комбинировать с вами как минимум у нас 4 сыворотки и совершенно в любых комбинациях. Единственное, помните о соблюдении пропорций. Вам нужно 3 мл препарата на область лица и декольте. Соответственно, 3-4 капли сыворотки добавляются в крем. В случае, если вы, еще повторяю, используете все 4 препарата сразу, то нужно использовать по одной капле. Комбинация миллион. Еще раз повторяю, здесь нужно слушать свою кожу. У меня появляются вопросы, и я буду по ходу отвечать на них. Итак, нужно ли друг за другом использовать сыворотки? Их можно использовать друг за другом, можно просто нанести на кожу и сверху нанести как закрывающий крем. Но лучше его вмешать, так будет эффективнее. А сыворотки, с какими кремами и с Фаберлик сочетают сыворотки серию Варио? У нас для этого есть 2 наших крема, Рич и Лайт. Вот с ними и экспериментируйте. И надо вмешивать другие препараты по той причине, что там есть свои активы, дабы не получить какую-то конфликтную ситуацию в коже, лучше не экспериментируйте. Только кремы Лайт и Рич. Более того, сыворотки можно применять самостоятельно, не нанося кремы, но лучше использовать в совокупе. Можно совмещать сыворотку с другими сериями нашей косметики. Лучше не надо. Можете поступить так. Вечером сыворотка и крем Рич или Лайт, или 2, или все 4, а утром любой другой крем из-за любимой вашей серии, хоть из Айсиула. Но наносить один на другой бутербродом не стоит. Можно ли сыворотки наносить самостоятельно, не добавляя в крем? Да, можно носить самостоятельно, если вам так комфортно. Можете использовать только сыворотки, не используя кремы. Но крем в данном случае тоже содержит очень активный ингредиент, о котором я вам говорила, который будет защищать кожу от преждевременного старения и останавливать просто процессы увядания кожи, разоблокируя активность наших генов, отвечающих за синтез коллагена, эластина и других важных опорных белков. В любом случае это вам вашей кожи не повредит. Тогда какое очищение использовать? Очищение вы можете использовать совершенно любое. В данном случае эти препараты хорошо будут сочетаться с серией биомика. Мы помним про микробиом кожи, про добрые бактерии, которые на ней живут. И если вы будете улучшать экологию кожи биомикой, то экология кожи вместе с нашими сыворотками активными будет значительно очень хорошо коррелировать. Вопрос был еще далее. Вопрос был еще далее. Все же, каким образом эти сыворотки лучше комбинировать? Питание – это вечер. Ночью кожа отдыхает. В течение ночи практически всегда происходят активные процессы регенерации и восстановления клеток кожи. Поэтому в течение ночи нам очень важно запустить процессы омоложения. Вот вам две ночные сыворотки и крем Рич. По две капли сыворотки примерно на 3 мл крема. Днем кожа нуждается в увлажнении и защите. Днем кожи очень нужно получить эффект восстановления и в течение дня поддерживать нужный уровень влаги. Вот вам крем Лайт и вот две сыворотки, которые будут заботиться о ее сиянии, улучшении тонна кожи и увлажнении. Причем, еще повторяю, увлажнение изнутри. В случае, если вам не нужно совершенно кожу увлажнять, или вы так чувствуете ее прекрасно активной, то тогда, в общем, выбирайте в зависимости от состояния. Для более возрастных пациентов – вот. Для более молодых, начиная с 20 лет – вот. Можно добавлять сыворотку в крем для век. Но здесь в нашем случае, кроме сыворотки осветляющей, все остальные, кроме вот этой сыворотки Радианс, все остальные можно немножечко по одной капельке добавлять. Посмотрите внимательно. Если у вас действительно есть мелкие морщинки, гусиные лапки, в этом случае сыворотка, эликсир от морщин вам в помощь. Если кожа очень сухая, сыворотка с аквапаринами, аквалифтинг тоже будет вам в помощь. Можно добавить, это только улучшит и усилит эффект от применения препаратов. Что еще можно сделать? Темно, не видно, какие сыворотки. Я показываю, так видно сыворотки. Еще раз повторяю. Сыворотки для более молодой кожи. Осветление, сияние, увлажнение. Я их буду называть номерами. Итак, сыворотка 1 и 2. Это для сияния и увлажнения для более молодой кожи. Сыворотка 3 и 4 для более зрелой и более увядающей. Но еще раз повторяю. Не означает, что этим пользоваться нельзя. Что еще мы можем сделать, используя эти препараты? Ну, во-первых, фактически, вам для того, чтобы действительно, если ночной и дневной крем закончился, а сыворотки для век еще остались, для лица добрать можно. Уважаемые друзья и коллеги, я не очень помню номера препаратов, вот эти вот наши четырехциферную аббревиатуру. Я их отличаю только по названию. Поэтому не задавайте мне вопросы с номерами, потому я просто на них не смогу ответить. Мне надо болеть в каталог и посмотреть. Если дневной и ночной крем закончился, да, можно лица добавить 10,78. 10,78 – это что, я не знаю. Вот. Смотрите. В самом начале эфира я сказала, что наше лицо заканчивается на уровне второго ребра. Там крепится мышца платизма, которая держит нашу шею. Поэтому на все лицо вы можете использовать, включая шею и декольте, любой наш крем для лица. В нашем случае речь идет о креме Варио. Больше подходит для шеи и декольте крем Рич. Вы даже можете разделить эту историю. Если вам Рич кажется тяжеловат в качестве крема для ежедневного применения, возьмите его для зоны шеи и декольте. Добавьте туда, как и сыворотки любые. Я рекомендую фактически даже вот эти две. Первая и вторая. Почему? Шея и декольте, вот эта зона, она достаточно уязвима. И здесь довольно часто появляются пигментные пятна. Мы забываем наносить туда солнцезащитный крем. Мы помним про свое лицо, но очень часто забываем про зону декольте и шею. Поэтому довольно часто пигментные пятна и неровный тон кожи здесь и появляются. Появляются сосудистые звездочки. То есть, к сожалению, кожа увядает, зона декольте продаст вас быстрее, чем ваше собственное лицо. Используйте эти два препарата курсом. Сначала уберем пигментные пятна, оживим кожу, увлажним, а затем будем уже применять препараты 3 и 4, которые будут уже убирать фактически, которые будут убирать уже фактически пигментные процессы старения. Поэтому круговая пластика, да, можно. С круговой пластика сочетать можно эти препараты. Почему? В креме круговая пластика есть папилактил, пептид, который прикрепляет эпидермис к дерами, уплотняет дермоэпидермальное соединение. И в совокупе эти наши эликсиры будут с ним хорошо сочетаться и работать вместе. Я надеюсь, что я сегодня, может быть, очень много выложила на вам в уши информацию, которая слишком сложна, может быть, для первого понимания. Но я думаю, что мы будем повторять эти эфиры. Во-первых, мы его действительно запишем. Мы его вам попробуем сохранить. И все вопросы, которые вы мне успели задать, и я не ответила, мы сделаем отдельным эфиром. И эфиры подобные мы будем проводить довольно часто. И постоянно. И я надеюсь, что вы быстро проникнете в глубокие пласты знания косметической химии и научите очень быстро разбираться в препаратах. Почему в кремах присутствует цинк? Цинк входит в состав фермента супероксид дисмутаза, который работает как ловушка свободных радикалов. И цинк регулирует активность сальных желез. Это тоже очень важно. Итак, дорогие друзья, коллеги, все, кто сегодня присоединился к нашему эфиру, я вас благодарю за ваше время. Вы нашли его, послушали довольно много сразу информации. И я готова отвечать на ваши вопросы всегда и постоянно, где бы я ни находилась. И с удовольствием буду с вами общаться. Пишите. Мы будем с вами дальше общаться и вникать в тактику и стратегию ухода за кожей в контексте Фаберлик, разбираться в нюансах косметической химии. И, наконец, научимся понимать, как это работает, зачем и почему. Будьте прекрасны. Хорошего вам вечера. И я всегда с вами, Римма Корнеева, директор Центра научных разработок компании Фаберлик.